В Меркенском районе Жамбылской области Казахстана проживают около 76 тысяч человек, основной источник дохода которых – ирригационное сельское хозяйство. Полузасушливый климат является достаточным стимулом для рационального использования водных ресурсов. Кроме того, общий износ систем полива и водозаборных сооружений, наряду с отсутствием понимания эффективных методов, привели к тому, что неправильное управление водными ресурсами стало общераспространенным явлением. В районе действует два ирригационных канала. Они являются главными водораспределительными объектами и в условиях засушливого климата их можно назвать жизненными артериями. Майлыбай – один из каналов, обеспечивающий поливной водой более 2688 гектар сельскохозяйственных площадей, общая протяженность которого составляет 12,7 километров. Перед вами магистральный канал Майлыбай. Это и есть успокаительный колодец. Колодец предназначен для измерения ступка воды, расхода воды. Как вы видите, он в разрушенном виде. Практически по всей протяженности канала все 14 колодцев, лотков в таком вот полуразрушенном виде. Отсутствует рейка, служебный мостик. Канал обслуживает 137 крестьянских хозяйств. Согласно проведенным оценкам, в настоящее время потеря воды, поступающей в ирегационную систему, составляет более 50%. Целью реализованного в Меркенском районе проекта РЭЦА, который финансировался компанией Кока-Кола при поддержке UNDP, являлось внедрение системы эффективного водопользования, снижение потерь воды на канале Майлыбай и улучшение управления водными ресурсами на местном уровне. Состояние гидропостов аварийное. Колодцы и служебные мостики разрушены. Рейки отсутствуют. Замер воды, расхода воды, производится на глазок или методом поплавка. Все это нередко приводит к спорам и конфликтам между крестьянами и водниками. Вследствие этого происходит нерациональное использование поливной воды. В рамках проекта на канале были реконструированы 15 гидропостов. Мы вам сейчас покажем, как прибор настраивается на объекте. Установлены инновационные и уникальные для региона Центральной Азии электронные приборы водоучета, а также проведено обучение местных сообществ новым подходом в вопросах эффективного управления и сбережения водных ресурсов. Для местных фермеров были разработаны схемы рационального полива с учетом характера почв, культур, возделываемых в регионе, климатических условий и водных ресурсов. Внедрение автоматизированного водоучета на распределительных каналах дало не только экономию водных ресурсов за счет дозированной своевременной подачи в необходимом объеме для той или иной культуры, но также повысило экономическую эффективность орошаемых земель благодаря уменьшению расходов на оплату услуг, погодоподачи и роста дохода от повышения урожайности культур. Это речка Майлибай или канал Майлибай, где расположены под этим каналом очень много крестьянских хозяйств. Поэтому раньше это надо было выезжать, это занимало время, много специалистов должны были отвлекать. И со стороны КГП, и со стороны крестьянских хозяйств, чтобы точно замерить и получить воду. Вот там сейчас установили 15, есть 15 водовыделов, и на где поставили вот эти гидропосты, и непосредственно автоматически идет замер воды. Не надо бегать, не надо ходить. А это устройство выдает, сколько на данный момент получил фермер воды. И даже говорит о стоимости, то есть на какую сумму взята воды. Никто не сомневается в том, что высшестоящее крестьянское хозяйство получает больше или меньше, чем ниже стоящее. Потому что там по культурам и согласно поливной нормы подается вода. Данный проект помог улучшить управление водными ресурсами, значительно сократить потери воды на канале Мэйлыбай и снизить острую социальную напряженность между местными жителями, которая наблюдалась ранее из-за нехватки воды. Не возникает споров, столько воды было, а не столько, поскольку она объективно учитывается и предоставляется счета на оплату. Мы видим социальный эффект в том, что прозрачная система распределения водных ресурсов позволяет сопоставить потребность в орошении с режимами орошения и фактические режимы водоподачи. Это снимает остроту конфрактации водопользования при распределении граничных водных ресурсов. Если люди видят объективно, что воды мало и что соседу дают так же, как и вам, то это, как правило, приводит к снижению конфликта. Мы надеемся, что применение новых практик и знаний, полученных фермерами, станет наглядным примером для местных жителей бассейна реки Аспара и улучшит социально-экономическую ситуацию в Меркенском районе. Продолжение следует...